МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 ноября 2008 года в Русской Православной Церкви разгорелся скандал. В храме, который расположен в пригороде Санкт-Петербурга, Стрельня, местный игумен Евстафей, никого не спросясь, установил икону. Казалось бы, что такое? Икона в храме, самое место. Да вот беда. Икона-то оказалась непростая. На ней была изображена встреча блаженной Матроны Московской с Иосифом Сталином. Идея Евстафия была не нова. Разговоры о канонизации Сталина ведутся уже несколько лет. К примеру, активно призывают причистить Иосифа Виссарионча к лику святых писатель Александр Проханов, который еще в 2004 году опубликовал статью под названием «Победа – религия, Сталин – святой». Вот только церковь ни на что подобное никак не соглашалась. По понятным причинам. И вдруг гонитель православия, недоучившийся семинарист и, главное, кровавый палач собственного народа появляется на иконе, установленной в Божьем доме. Конечно, игумен Евстафий, подобным образом украсивший храм, во мгновение ока лишился своего поста, но изменило ли это что-то в отношении народа российского к своему давно уже мертвому диктатору? Нет. Мы по-прежнему преклоняемся перед ним и по-прежнему увлеченно обсуждаем темы, связанные с его жизнью и, главное, с его смертью, которая, по убеждению всех, без исключения историков, до сих пор окутана непроницаемой завесой тайны. Известие о том, что умер Сталин, повергло в шок всю страну. Да что там страна? Мир? Ушел из жизни человек, который в течение трех десятков лет задавал тон политике всей человеческой цивилизации. Человек, который уничтожил существенную часть своего народа, но при этом превратил отсталую Россию в могучий Советский Союз. Человек, который наводил ужас и одновременно внушал любовь и преданность. Да такую, что и жизнью за него пожертвовать можно было. Неудивительно, что его смерть стала своего рода концом света. Люди переживали, ибо они не знали, что их ждет завтра. Вот был Сталин, они знали, вот будет такая-то политическая линия. А Сталина не стало. Что последовать? Что ждать от завтрашнего дня? Было объявлено то, что будет всенародное прощание в колонном зале Дома Союза. И все хотели пойти туда, и, конечно, я тоже. Очередь была колоссальной. Причем, по воспоминаниям очевидцев, большинство в ней составляли приезжие. Мрачные мужики в огромных валенках и тулупах, и перепуганные женщины в по-деревенски повязанных платках. Комиссия по организации похорон, во главе которой стоял Хрущев, слишком поздно осознала, что начнет твориться в столице после того, как будет объявлено – отец народов умер. Люди ехали из разных мест. Тогда были сильные морозы, почему-то в начале марта. Вот и люди ехали, ну, буквально на крышах вагонов даже. Лето было невозможно достать туда Москву. Днем позже Москву закрыли. Были отменены пригородные электрички, остановлено движение многих поездов, милиция блокировала вокзалы, но было уже поздно. Столица тонула под наплывом людей, которые впервые, оказываясь в огромном и незнакомом для них городе, превращались в растерянную и плохо управляемую толпу. Милиция и поднятые по тревоге армия делали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль, и это почти удалось сделать. Почти. Много позднее Евгений Евтушенко снял фильм, который так и назывался, «Похороны Сталина». Произошло это в 1990 году, когда свобода слова многими воспринималась слишком однобоко. Потоки гадостей, которые в народном фольклоре позднее получили совершенно верное название «Чернуха», били по нервам, сводили с ума жестокими подробностями. Многие, и Галина Николаева, и Евтушенко расписывали о массе, о тысячах жертв, которые произошли тогда, когда люди устремились в Дом Союзов, чтобы проситься со Сталиным. Евгений Евтушенко, который был свидетелем тех событий в Москве, писал, «Я носил в себе все эти годы воспоминания о том, что я был там, внутри этой толпы, этой чудовищной давки. Эта толпа гигантская, многолиткая. У нее было в итоге одно общее лицо – лицо монстра. Люди в едином порыве стремились любой ценой прорваться, протиснуться к Дому Союзов, где проходило прощание с усопшим генералиссиусом. Неудивительно, что в итоге это привело к трагедии». Евтушенко вспоминал. «По свидетельствам очевидцев, все раздавленные тела складывали на грузовики и вывозили за город, где закапывали в одну общую могилу». Но самое страшное заключалось в том, что среди раздавленных были такие, которые приходили в себя, просили помощи. Их можно было еще спасти. Но скорая медицинская помощь практически не работала. В те траурные дни по центральным улицам запрещалось ездить. Раненые никого не интересовали. Их участь была решена. Ничто не должно было омрачить похороны Сталина. «Говорили о том, что были раздавлены люди. До нас это дошло с большим перевлечением. Я, во-первых, лично не видел никого. А хотя я там ходил». Дмитрий Волкогонов в своей книге «Триумф и трагедия» писал. «Усопший вождь остался верен себе. И мертвый он не мог допустить, чтобы жертвенник был пуст. Скопление народа было столь велико, что в нескольких местах на улицах Москвы возникали ужасные давки, унесшие немало человеческих жизней. Некоторые очевидцы рассказывали, что людей просто размазывали по стенам домов. Под напором толпы падали заборы, разбивались витрины магазинов. Кое-кого толпа буквально выпихивала наверх, и они ползли по головам остальных людей. Другие, наоборот, оказывались в самом низу, под ногами, и умирали затоптанные. Действительно, картина леденящая душа. Читая подобные описания тех событий, люди образованные невольно сравнивали их с теми, что произошли на Хадынском поле в тот день, когда император Николай II взошел на престол. Один из исследователей этого периода высказал следующую вещь, что попытка десталинизации страны началась с осквернения его похорон. Потому что слухи о массовой давке распространились. Ну, есть такая версия, она никем не подтвержденная. Очень долго ходила в кремлевских кулуарах о том, что Берри бросил такую фразу, что Николай кончился Хадынкой, а Сталин кончится похоронами. На самом деле, настоящая трагедия разыгралась в Москве лишь в одном месте, а не повсеместно, как писалось в постперестроечной прессе. Смертельной ловушкой для толпы оказался узкий рождественский бульвар, который связывает Сретенку и Трудную площадь. На этом самом бульваре, который идет под уклоном, ну, минимум 45 градусов. И произошли все случаи гибели людей. На самой Трубной площади, а я был в тот вечер, в ту ночь там, не было ни одного погибшего. Такого столпотворения не было и при похоронах Ленина. Опять же, народу стало значительно больше, народонаселение прибавилось. И толпа шла от площади трех вокзалов, от Комсомольской площади, уже была станция Комсомольская. От Комсомольской на Садовое кольцо, с него на Сретенку. Потом на Рождественский бульвар, вниз на Трубную площадь. И дальше в сторону Охотного ряда. Именно оттуда власти запускали людей в колонный зал Дома Союзов, где по традиции и проходило прощание со Сталином. Улицы и бульвары служили своего рода торной тропой, а вот на Трубной площади открывался некий простор. Кто-то мог свернуть не туда и заблудиться, а кто-то и осознанно двинуться напрямую к Кремлю, как бы чего ни вышло. В результате этих размышлений комендатура города и Министерство государственной безопасности распорядились оградить Трубную площадь военными грузовиками. Тут-то резкий наклон Рождественского бульвара и сыграл свою страшную роль. Из-за него люди невольно все сильнее напирали на тех, кто шел впереди. Люди, которые шли со стороны Сретенки под уклон к Трубной площади, попадали в такие ямки у окон полуподвалов. И вот они-то и стали все жертвами, потому что когда идет громадная толпа и кто-то падает в яму, его уже никто не вытаскивает. Туда падает еще, еще человек. И их растаптывают. Евтушенко, однако, вспоминал, что основная масса людей погибла уже на площади, искусственно зажатой в квадрат из военных грузовиков. Он те события описывал так. Оцеплению кричали, уберите грузовики! Я помню одного офицера, он плакал. И плача, спасая детей, он говорил только, не могу, указаний нет. Но так ли все было на самом деле? В ходе нашего расследования мы установили, что до сих пор никто из историков или представителей органов внутренних дел серьезно не занимался изучением этого действительно страшного события. До сих пор неизвестное количество погибших. И до сих пор непонятно, кому из очевидцев видеть. Тем из них, кто, как поэт Евгений Евтушенко, описывает кровавый ужас происходившего? Или же тем, кто, как историк Юрий Жуков, рассказывает об увиденном, прямо скажем, по-другому. В студии Беккеры грузовики очень высокие. И под ними можно было спокойно пролезть. Между ними были небольшие расстояния, которые позволяли людям пройти между этими грузовиками. Поэтому толпа оказалась не в замкнутом пространстве между стенами. Была масса выходов с площади. И кто не желал толкаться, уходил. Все эти нелицеприятные подробности торжественного прощания с усопшим отцом народов стали известны куда позднее. В дни похорон газеты, естественно, ни о чем подобном не писали. Впрочем, если бы такое кому-то из журналистов и пришло в голову, это вызвало бы у читателей одно лишь возмущение. В такой-то момент печатать вместо скорбных откликов на смерть вождя рассказ о каких-то совершенно неприличных для облика советского человека безобразиях. Другое дело описание того, что происходило в колонном зале, где скорбь народная выглядела торжественно и возвышенно. Медленно, почти ползком, шла колонна туда. Я дошел. Некоторые плакали. Ко мне прислонилась одна девушка. Я взял ее за руку, под руку, так скажем. Временами накала мне свою плачущую голову на плечо. Я не плакал. Ну, не все плакали, но многие плакали. Был какой-то запах, наверное, от цветов или от чего-то еще. Какой-то угнетающий запах, чего-то необычного. И настроение было такое, что что-то значительное случается в нашей жизни, чему возврата больше не будет. В обычно праздничный день 8 марта главная газета страны правда была практически целиком посвящена одному – смерти Сталина. Помимо прочего, здесь были опубликованы сразу несколько постановлений партии и правительства. Первая гласила. По случаю смерти председателя Совета министров СССР и секретаря ЦК Компартии Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина объявить по всей стране траур в дни 6, 7, 8 и 9 марта 1953 года. В эти дни отменить все спектакли, кино, концерты и всякие увеселения. Все афиши на улицах были заклеены. Ничего, ни какого-то словечка. Траурные флаги. И действительно скорбь охватила всю страну. Второе постановление, публикованное в «Правде», называлось «О месте установления саркофага с телом Иосифа Виссарионовича Сталина». В нем была всего одна фраза. Поместить саркофаг с телом И.В. Сталина в мавзолее на Красной площади рядом с саркофагом В.И. Ленина. У тогдашнего партийного руководства, коллективного, ну там, включая Маленкова, Берию, Хрущева, никакого даже вопроса не могло возникнуть на тему того, как хоронить Сталина. В тот же день, правда, опубликовал еще одно любопытное постановление партии и правительства. Оно называлось «О сооружении Пантеона, памятника вечной славы великих людей советской страны». И гласило «По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В.И. Ленина и саркофаг с телом И.В. Сталина, а также останки выдающихся людей коммунистической партии и советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся». Об этом мало кто знает. Но первоначально Пантеон Хрущев предложил строить не где-нибудь, а прямо на Красной площади. Никита Сергеевич предложил снести собор Василия Блаженной и в одном месте построить Пантеон борцам в партии. С центральным захоронением Осипа Сергеевича. Слава богу, уже на заседании Берия назвал это бредом, и Сталина поместили в мавзолей. Однако на этом Хрущев не успокоился. И еще какое-то время носился с разного рода проектами создания такой вот ВИП-усыпальницы. Однако с течением времени стало понятно, что проекты эти так и останутся на бумаге. «А я слышала, что на похороны Сталина из Грузии специальных плакающих привезли». «Это зачем же?» «Как зачем? Чтобы они шли за гробом и рыдали всю дорогу. Говорят, их несколько тысяч было, а их рыдания по радио на всю страну транслировали». «Ну дела!» «Похороны Сталина стали гигантским, грандиозным событием для всего Советского Союза. Сталин олицетворялся с руководством страны с 1924 года. Это гигантский период. Родилось целое поколение, которое не знало жизни без Сталина. Более того, создавшаяся система создавала некую ауру его определенной вечности. Его личная жизнь была засекречена. Он воспринимался, знаете, как небожитель какой-то». Любопытный факт. В колонный зал Дома Союзов, а позднее на Красную площадь, хоронить Сталина пришла молодежь и люди 40-50 лет. Стариков не было. Кто-то скажет, это и понятно, не в их возрасте на морозе в толпе толкаться. Но некоторые следователи делают из этого наблюдения совсем иной вывод. Они уверены, что на похороны Сталина пришли только те, кто не знал иной жизни, кроме как с отцом народов. Те же, кто помнил прежние времена, а значит, имел возможность сравнивать, в траурных мероприятиях принимать участие не захотели. Султан Зарасов, один из свидетелей тех далеких событий, на чьи воспоминания мы уже опирались в ходе нашего расследования, на всю жизнь запомнил слова одной своей знакомой – пожилой женщины, старой революционерки с боевым прошлым. Рассматривая фотографии с похорон, опубликованной в газете «Правда», она смотрела не на лицо мертвого Сталина, а на лица тех, кто стоял возле его гроба в почетном карауле. Она говорит, хотя я не физиам на месяц, но посмотрите на эти лица. У них нет горечи. У них есть злоба и ненависть. Эти слова меня очень сильно поразили, потому что считала, что Сталина все любит. И вполне возможно, что именно в среде таких вот людей, которые все еще были в состоянии мыслить критически, впервые и возникли разговоры о том, что смерть Сталина, скорее всего, не была естественной. Страна все еще убивалась по своему диктатору, а эти люди уже строили догадки, думали, кому выгоднее всего была эта смерть. И среди главных подозреваемых тут же оказались трое людей, которые по своему положению стояли ближе всего к подножию трона. Берия, Маленков и Хрущев. Однозначно утверждать, что Сталин умер в марте 1953 года своей смертью, или что он был убит, пожалуй, ни у кого не получится. Есть рациональные аргументы и в рамках той, и в рамках другой точки зрения. Известно, что смерть Сталина произошла практически через несколько месяцев, после 19-го съезда партии, на котором Сталин заявил о начале нового этапа своей политики. Было понятно, что этот этап будет болезненным, возможно, даже фатальным для многих людей из окружения Сталина. И объективно смерть Сталина была для них большим облегчением. Первым, кто решился рассказать хотя бы что-то про обстоятельства смерти Сталина, был Никита Хрущев. Сегодня большинство историков не склонны считать мемуары Никиты Сергеевича достоверным источником информации. Но мы все-таки приобщили их к материалам нашего расследования. Хотя бы по праву первенства. Хрущев писал, что в ту ночь, когда Сталин охватил удар, он был на даче не один. Он пригласил туда персонально меня, Маленкова, Берию и Булганина. Ужин затянулся. Мы кончили его, наверное, в 5 или 6 утра. Сталин был на веселе, в очень хорошем расположении духа. Любопытный момент. Сталинисты и сегодня с пеной у рта доказывают, что Сталин был, если и не трезвенником, то пил мало и только домашнее красное вино. Антисталинисты утверждают, что Сталин был откровенным алкоголиком, причем алкоголиком агрессивным, который не только пил сам, но и спаивал других людей. До самого недавнего времени мы оба эти утверждения оставили бы на совести враждующих сторон. Но в ходе нашего расследования нам удалось выйти на человека, чья экспертная оценка патологоанатомического вскрытия тела Сталина не может быть оспорена. Главный патологоанатом Москвы Владимир Жаров уже давно хранит у себя в сейфе копию уникального документа, акта, который был составлен ведущими патологоанатомами страны по результатам проведенного ими вскрытия тела отца народов. Это исследование было проведено достаточно тщательно. Единственное, они щадили определенные анатомические области, поскольку предполагалось дальнейшее бальзамирование тела Иосифа Исарионовича и головной мозг планировали, естественно, направить в институт мозга для дальнейшего изучения. После тщательного исследования патологоанатомы сформировали следующий диагноз. У Сталина была обнаружена гипертоническая болезнь со значительной гипертрофией левого желудочка сердца, выраженный атеросклероз артерий головного мозга и атеросклероз коронарных артерий сердца. И, наконец, обширное кровоизлияние с размягчением в области левого полушария головного мозга, которое, судя по всему, и стало причиной смерти генеральсимуса. Все эти болезни попали в отчет о патологоанатомическом вскрытии тела Сталина, который был опубликован в газете «Правда» 8 марта 1953 года. Но кое-что из результатов вскрытия в печать никто не осмелился давать. Дело в том, что помимо сердца и мозга у отца народов в очень плохом состоянии была и печень. Она была изменена по размеру и, главное, отличалась от нормальной по цвету. Была желтой. А такое бывает именно при циррозе – главной болезни алкоголиков. Такой необычный желтый, ярко-желтый цвет печени говорит о том, что все-таки жировое перерождение имело место. Ожирение печени с небольшими цирротическими изменениями. Не знаю, как много пил вина Иосиф Иосиф Иосифович, но такое бывает как раз, когда человек много использует алкогольных напитков. Впрочем, для жителей Кавказа обилие вина в ежедневном рационе скорее норма, чем исключение. А потому не станем делать далеко идущие выводы и вернемся к воспоминаниям Хрущева. Он писал, что после ужина все разъехались. Но когда он сам добрался до дома, ему позвонил встревоженный Маленков. Он сказал, сейчас позвонили от Сталина и сообщили, что будто бы что-то произошло с ним. Надо будет срочно выехать туда. Я звоню тебе и известил Берию и Булганина. Дальше Хрущев писал, Мы условились, что войдем не к Сталину, а к дежурным. Зашли туда, спросили, в чем дело. Они, обычно товарищ Сталин в такое время, часов в 11 вечера, обязательно звонит, вызывает и просит чаю. Иной раз он и кушает. Сейчас этого не было. Послали мы на разведку Матрюну Петровну, подавальщицу, немолодую женщину, много лет проработавшую у Сталина, ограниченную, но честную и преданную ему. Чекисты сказали нам, что они уже посылали ее посмотреть, что там такое. По заведенному порядку Сталин ложился спать скорее рано утром, чем поздно ночью, а вставал днем. Беспокоить его не было принято. Так что, когда инсульт 1 марта случился, возникла та самая пауза, которая, возможно, оказалась фатальной. По сути, Сталин был обнаружен охраной спустя несколько часов после того, как все случилось. Охрана растерялась. Однако одной только растерянностью то, что описывает дальше Хрущев, объяснить нельзя. Потому что, когда та самая подавальщица заходила к Сталину в первый раз, она увидела, что он лежит на полу, а под ним, как пишет Хрущев, подмочена. Пожилой человек в таком состоянии. Но чекисты почему-то решили, что хозяин спит. Потихоньку вошли в комнату, подняли Сталина, положили на кушетку в малой столовой и так же тихонько ушли. Объяснить такое поведение можно только одним. Нечто подобное уже происходило. Если Сталин действительно злоупотреблял алкоголем, то такая картина, отец народов, который в мокрых штанах спит на полу в гостиной, действительно могла и не насторожить охранников. Чего волноваться? Проспится и встанет. Но что же Хрущев и компания? Самое поразительное, они тоже не больно-то удивились. Хрущев пишет, когда нам сказали, что произошел такой случай, и теперь он как будто спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться у него и фиксировать свое присутствие, раз он находится в столь неблаговидном положении. Мы разъехались по домам. С большой долей вероятности можно предположить, что последующая задержка с оказанием медицинской помощи Сталину, объяснялась позицией Хрущева. Первая медицинская помощь была оказана Сталину в 7 часов утра 2 марта. Наверное, если бы своевременно стали оказывать лечебное мероприятие, то шансов на излечение было бы несколько побольше. Но у меня такое впечатление, что положение и состояние здоровья было настолько тяжелым, что действительно что-либо сделать было невозможно. Когда стало понятно, что основания для беспокойства все-таки есть, и к Сталину вызвали врачей, они, по воспоминаниям очевидцев, больше совещались и заседали, чем оказывали какое-то конкретное лечение. Впрочем, те самые очевидцы, на воспоминания которых мы только и можем опираться, расследуя обстоятельства смерти Сталина, настолько по-разному описывают те события, что остается только разводить руками и вспоминать жаргон современных милиционеров, у которых есть устойчивое выражение «врет, как очевидец». Если говорить о последних сутках жизни Сталина, то, потратив на анализ этих последних суток довольно много времени, я, в конце концов, от этих попыток отказался. Поэтому вокруг последних суток Сталина нагорожено столько лжи, что у меня, честно говоря, в конце концов пропала охота в этой лжи разбираться. И Хрущев, и Маленков вспоминают о том, что 3 марта Сталин якобы приходил в себя и даже вполне осознанно прощался со своими коллегами по партийной борьбе. Правда, Хрущев в своих описаниях больше упирает на отвратительное поведение Берии у смертного одра хозяина. Маленков же в основном рассказывает о том, как Сталин по очереди пожимал своим соратникам руки. При этом руку самого Маленкова Сталин якобы удерживал особенно долго, словно бы передавая ему бразды правления. В ходе нашего расследования мы доподлинно установили, что и утверждение Хрущева, и версия Маленкова одинаково далеки от истины. Ни в заключении о болезни и смерти Сталина, ни в медицинских дневниках записей, в которые делались через каждые 10-15 минут, нет ничего о том, что Сталин приходил в себя, а тем более совершал какие-то осознанные действия. Так что вывод напрашивается сам. И в том, и в другом случае это была лишь политически нужная ложь. Сталин не приходил в сознание. Несмотря на вот такую интенсивную терапию и борьбу за его жизнь, используя всех возможных в то время способов, смерть наступила неотвратимо. Но у меня возникла масса вопросов, официальные версии ответов на которые меня категорически не устраивают, потому что противоречий невероятное количество. Уже само количество и направленность этих вопросов невольно наталкивают на мысли, безотносительно к всей стране информации, о том, что Сталин был сознательно устранен. Классическое правило любого расследования, даже нашего, телевизионного, неизменно уже в течение многих столетий. Ищи, кому выгодно. Бери, но он стал первой жертвой новой власти. Не прошло и годы, как товарищи по партии сожрали его и не подавились. Маленкову. Ну и он вскоре отправился в город Азбест на высылке. Остается Хрущев. Главный интриган, который влез таки на вершину власти и просидел на ней достаточно долго, чтобы оставить по себе крайне неоднозначную память. Но можем ли мы со стопроцентной уверенностью утверждать, что именно он стал тайным убийцей Сталина? Естественно, нет. Однако и отметать это утверждение, как заведомо ложное, также нельзя. Есть, конечно, версии, они очень популярны, что там сыграл роль яд определенный, которых тогда очень было много разработано в недрах, так сказать, наших спецслужб. Точно. Я всегда знала, что его свои же и отравили. Да зачем им это надо было? Им и так ли за блюдом этим неплохо жилось? Так, говорят, Сталин и их на тот свет отправить собирался. Я слышала, уже все к их аресту готово было. Да не может быть. Точно вам говорю. Абдурахманов Тарханов, политический эмигрант, автор нашумевшей на Западе книги «Загадка смерти Сталина», пересказывает читателю немало различных версий, которые родились после кончина отца народов. Но наиболее интересной с точки зрения насильственных действий в отношении Сталина представляется версия, рожденная в среде старых большевиков. Они утверждали, что был заговор, в котором приняли участие Хрущев, Берия, Маленков и Булганин. Эти четверо сообща решили устранить Сталина, прежде чем он сам добрался до них. Реализовать же покушение на практике должен был именно Берия. Поговорю об отравлении. Мне кажется, достаточно оставить старика с инсультом на полсуток, чтобы добиться какого-то эффекта. Медицинские документы о состоянии Сталина, которые были опубликованы в последнее время, в частности, Николаем Добрюхой, я думаю, что они достоверны. Мы однозначно должны понимать, что Сталин был отравлен, и для профессионалов это было, в общем-то, понятно. Продолжая излагать версию старых большевиков, Авторханов пишет. Поговорив по деловым вопросам и изрядно выпив, Маленков, Хрущев и Булганин уезжают довольно рано. Берия, как это часто бывало, остается под предлогом согласования со Сталином некоторых своих мероприятий. Вот теперь на сцене появляется новое лицо. По одному варианту мужчина – адъютант Берии, а по-другому – женщина – его сотрудница. Берия вызвал свою сотрудницу с папкой документов. Женщина плеснула Сталина в лицо какой-то летучей жидкостью, вероятно, эфиром. Сталин сразу потерял сознание, и она сделала ему несколько уколов, введя яд замедленного действия. Во время лечения Сталина в последующие дни эта женщина уже в качестве врача их повторяла в таких точных дозах, чтобы Сталин умер не сразу, а медленно и естественно. В этой версии любопытно то, что в своих воспоминаниях Светлана Аллилуева упоминает некую молодую врачиху, которую она увидела у постели умирающего отца. Та показалась ей знакомой, но где она ее видела раньше, дочь Сталина так вспомнить и не смогла. Авторханов, естественно, предполагает, что Светлана Аллилуева видела ее в окружении Берии среди его ближайших сотрудников. Василий же Сталин вообще ни минуты не сомневался в том, что его отец стал жертвой заговора. Известно, что, приехав на дачу к Сталину, он кричал, адресуясь к Хрущеву, Берии и Маленкову. Сволочи убили! Еще одним косвенным доказательством в данном случае является и фраза, оброненная Молотову на трибуне Мавзолея Берия. Когда он закончил свое выступление, отошел вглубь трибуны Мавзолея, к нему подошел Берия и говорит, «Чего ты? Я вас всех спас!» Что при этом имел в виду Берия? Те самые уколы неизвестной врачихи, про которую пишет Автарханов? Честно говоря, даже эта версия, косвенно подтвержденная Светланой Аллилуевой, выглядит какой-то слишком детской. Что-то плескать в лицо? Зачем? Есть способы куда более верные и куда менее опасные с точки зрения реализации. К примеру, такой, о котором в ходе нашего расследования мы узнали от историка Ричарда Косолапова. У меня есть, однако, доверительная и достоверная информация об одном факторе, о котором, по-моему, особенно не говорят. О том, что после кончины его, не сразу, однако, на чердаке было обнаружено три или четыре ванночки с ртутью. Пары ртути – вещь крайне опасная. Если вдыхать их более или менее постоянно, медленная смерть гарантирована. У человека слабеет сердце, ухудшается состояние сосудов и, как следствие, в конце концов, вполне может наступить инсульт. А мне говорили, связанные с управлением делами ЦК, товарищи, что он сразу свалился и почернел якобы. С чем это связано, я не знаю, не знаю. Вот тут много иксов, игреков и зетов во всей этой задочке. Среди материалов нашего расследования есть небольшой сборник стихов. Автор – Иосиф Джугашвили. Да, в 18 лет будущий отец народов действительно баловался стишками. И при этом, как говорили, подавал надежды. Впрочем, сегодня его творчество вызывает ассоциации, скорее страшные, чем романтические. Ну, вот, к примеру, такое стихотворение. Постарел наш друг Неника, сломлен злою сединой. Плечи мощные поникли, стал беспомощным герой. Вот беда! Когда бывало он с неистовым серпом, Проходил по полю шквалом, Сноп валился за снопом. Не правда ли жутковатый напрашивается образ? Сотни и тысячи людей, жизни которых Сталин действительно скосил. Одним взмахом, не раздумывая, как хороший жнец пшеничные колосья. А теперь пришла старость. Врачи, которые собрались на Кунцевской даче, Чтобы оказать помощь больному диктатору, Отчетливо осознавали, что они могут присоединиться к числу тех, скошенных. Напомним, именно в этот момент вовсю раскручивалось дело о врачах-убийцах, Которые якобы залечили Жданова, Куйбышева и Горького. А тут в их руках была жизнь самого Сталин. Люди настолько боялись принять какое-то решение, Чтобы не оказаться виновными в смерти вождя, Что фактически лечения, вот толкового, нормального лечения, Кроме элементарной помощи, не оказывалось. Меры предпринимались исключительно консервативного свойства, Использовали холодные компрессы, пиявки. Даже патологи-анатомы, которым уже после смерти Сталина довелось вскрывать его труп, Вспоминали, какой ужас они испытывали просто от того, Что прикасались к телу верховного кремлевского небожителя. Опытных профессоров и академиков элементарно тряслись руки, И они не сразу смогли сделать первый разрез, чтобы начать свое исследование. Однако они были профессионалами, и, конечно, со своим страхом справились. Когда вскрытие было завершено, за дело взялись специалисты иного рода. Был такой институт, ну, собственно говоря, он существует, по-моему, по сей день, Институт экспериментальной медицины, который, собственно говоря, Образовался вот как раз на проблеме бальзамирования Ленина, И затем сохранения тела Ленина. И вот его специалисты как раз занимались и бальзамированием Сталина. Из черепной коробки Сталина извлекли его мозг, И, соответствующим образом обработав его, отправили на хранение в институт мозга. Параллельно с этим шла подготовка к грядущим похоронам в Мавзолее. Саркофаг с телом Ленина сдвинули в сторону, освобождая место для второго гроба. Нужно было менять и многотонную мраморную плиту на фасаде Красной пирамиды. Ведь теперь на ней должно было красоваться не только имя Ленина, но и имя Сталина. Но к 9 марта, ко дню похорон, заменить ее не успели. Интересно, что на похоронах она была заклеена бумагой. Знаете, как некий предвестник, бумага чуть-чуть подмокла, и через нее, через фразу Ленина Сталина, просвечивалась крупная Ленина. Это не высказанное никем, но понятое многими пророчество реализовалось в 1961 году, когда в угаре развенчания культа личности Хрущев решил Сталина из Мавзолея убрать. К материалам нашего расследования, помимо прочего, мы приобщили воспоминания генерала Николая Захарова, который в те годы как раз возглавлял 9-е управление КГБ. Именно Захаров после 22-го съезда партии руководил операцией по выносу тела Сталина из Мавзолея. Ну что за люди, прости господи, все им не имется. Все будем таскать и перетаскивать, чтобы их черти в аду так же до судного дня таскали. Что вы так ругаетесь? Это же политика! Какая тут политика? Человек уж на том свете. Политик? Он и на том свете политиком остается. Так что сам товарищ Сталин своих бы соратников, понял. Перестрелял бы всех потом, но понял. Генерал Захаров вспоминал. Нас вызвал Хрущев и сказал. Прошу иметь в виду, что сегодня, вероятно, состоится решение о перезахоронении Сталина. Место обозначено. Комендант Мавзолея знает, где рыть могилу. Решением президиума ЦК КПСС создана комиссия из пяти человек во главе со Шверником. Далее нас собрал Шверник и подсказал, как тайно организовать перезахоронение. Поскольку 7 ноября предстоял парад на Красной площади, то под предлогом репетиции парада ее следовало оцепить, чтобы туда никто не проник. И это все делали ночью. И все это делали практически в тайном режиме. И, как рассказывали сами, участники действительно заливали могилу цементом. Так, чтобы уж просто никаких шансов не осталось на то, чтобы было снова излечено. Командиру отдельного полка специального назначения комендатура Московского Кремля Коневу было приказано сделать гроб из хорошей сухой древесины. Как и положено, его обтянули черным и красным крепом. От комендатуры Кремля было выделено 6 солдат для рытья могилы и 8 офицеров для того, чтобы перенести саркофаг. Наверное, генералиссимус заслуживал того, чтобы лежать рядом с Лениным, поскольку всю вторую половину 20 века они делали одно дело. Да, и он сам этот мавзолей создал, и не случайно туда так часто ходил. То есть это был какой-то для него такой вечный, что ли, дом в каком-то смысле. Но факт исторический остается фактом, был вынесен. Позднее по Москве ходили слухи, что с тела Сталина буквально содрали его парадный мундир. Но это было не так. Все тот же генерал Захаров вспоминал, что его подчиненные с телом обращались бережно, с должным уважением. Он рассказывал, с саркофага сняли стекло, и офицеры аккуратно и даже бережно переложили тело Сталина в гроб. Никто Сталина не раздевал. Единственное, Шверник приказал снять с мундир золотую звезду Героя Социалистического Труда и заменить золотые пуговицы мундира на латунные. Все это выполнял комендант мавзолея Машков. Снятую награду и пуговицы он передал в специальную охранную комнату, где находились награды всех зарытых у Кремлевской стены. Я Сталина видел в мавзолее два раза. Первый раз после кончины его не сразу, но там работы-то длительные довольно были. И второй раз еще до 22-го съезда. Гроб с телом Сталина опустили в спешно вырытую и выложенную изнутри фанерой могилу. Кто-то из присутствующих даже бросил на крышку горсть земли, как это и полагается по христианскому обряду. После этого могилу зарыли. Не залили цементом, а именно забросали землей. Дело было сделано. Остались лишь бумажные формальности. Николай Захаров вспоминал. Захоронив Сталина, мы со всей комиссией вернулись в Кремль, где Шверник дал подписать акт о перезахоронении Сталина. Потом я вместе с офицерами и научными работниками лаборатории вернулся в мавзолей. Нужно было еще поставить саркофаг Ленина на центральное место. К нашему приходу солдаты уже протерли мрамор на том месте, где только что стоял саркофаг Сталина. От вождя нации спустя час даже следа на постаменте не осталось. Однако след, который Сталин оставил в сердцах и душах народа, так легко стереть было невозможно. Пороки, которые были у Сталина, их полно. И в этом смысле Сталин был чудовищем, как порочный человек. И было трудно понять, что в нем главное. Эти пороки, что он козил цвет нации, или те достоинства, в силу которых, ему железной рукой удалось мобилизовать народ настолько, что мы победили, непобедимые другими, ерманский фашизм, и спасли мир от этой чумы. Не будь нас, мир сегодня был бы совершенно другой. В свое время совсем еще юный Иосиф Джугашвили написал еще одно очень романтическое стихотворение. Речь в нем шла про молодого поэта, который ходил от дома к дому и своей песней звал людей вслед за своей великой мечтой, за своей правдой. Вот только все это для поэта закончилось скверно, потому что вместо величия славы люди его земли отверженному отраву в чаши преподнесли. Сказали ему, проклятый, пей, осуши до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна. Наверняка сочиняя это, молодой Сталин всего лишь следовал романтической традиции, заложенной мифом про Данко, который сжег свое сердце, чтобы осветить людям дорогу. Но в свете того, что мы узнали за время нашего расследования, стихотворение это звучит не как романтическая сказка, а скорее как страшная быль. Приговор, вынесенный историей, человеку, который сделал все для того, чтобы изменить ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин